Ребят, здорово, это Шамшурин и многие спрашивают, как проходит наш тренинг-практика. Постоянно на собеседованиях Юрия, моему коллеге, задают одни и те же вопросы, чтобы немножечко, скажем, эти вопросы свести к минимуму. То есть есть теоретическая часть, ну, можно так сказать, теоретическая, разборная, я бы ее назвал. Есть практическая, потому что теорию вы получаете заранее, смотрите ее заранее и приезжаете уже как бы подкованные теоретически, а в зале мы занимаемся непосредственно разборами. То есть каждого участника, мы даем каждому участнику рекомендации, частные, личные и так далее. Помимо основных общих упражнений и практик, мы еще даем какие-то персональные вещи, которые человеку нужно по себе проработать, по нашему мнению, опять же. Что касается практической части, да, то есть вы здесь дальше увидите примеры там некоторых подходов, то есть это люди, которые были не против, что они попадут на камеру. Опять же, да, если кто-то переживает, что вас там кому-то покажут, нет, без вашего ведома вас никому не покажут, никто так делать не будет, у нас есть как бы такая, скажем, врачебная тайна, назовем это так. И я прекрасно понимаю мужчин, которые, допустим, это очень интимный процесс для некоторых, для большинства. Что касается полей, то вот так вот все происходит. То есть мы отправляем людей к девушкам, они делают на них какие-то определенные задания, либо просто знакомятся. Я, в том числе, я нахожусь в полях, вот эти летние тренинги, я решил все-таки еще с вами побыть в полях. И у нас сейчас, кстати, уже известны даты на июнь, июль и август. То есть вот эти три летних тренинга, у нас есть такое мероприятие, как юбилей. То есть этим летом нашему тренингу практика исполняется три года, именно практика. То есть это наш флагманский лучший продукт. И в честь этого у нас есть определенная скидка для всех участников при броне заранее за все летние месяцы. То есть ты можешь вписаться либо на июнь, либо на июль, либо в август. Так вот, как мы делаем в полях? Мы находимся непосредственно рядом, даем обратную связь, где-то прям что-то подсказываем, как-то рассказываем. И то есть человек только отошел от девушки, у нас уже есть что ему сказать, то есть мы уже что-то комментируем. Если там случилось что-то печальное, когда ему отказали, он расстроился, мы сделаем все, чтобы буквально через несколько секунд, даже, наверное, не минут, ты уже пошел к другой девушке. И благо, опять же, закрывая вопрос многих, почему тренинг мы проводим исключительно в Москве, потому что Москва это город, где максимально большая концентрация красивых женщин. Так выглядят наши, кто интересовался, полевые занятия. То есть это делают все ребята, независимо от возраста, к каждому мы находим свой подход. Некоторых ругаем, некоторых уговариваем, некоторых хвалим, некоторых гладим по голове, не знаю, некоторых материм. То есть это уже наша история, как мы это сделаем. Наша задача дать вам результат, ваша задача забрать свой результат, забрать эти навыки. А всех приглашаю на летние тренинги практика, а также ближайшие даты 29 и 30 Москва и Петербург на однодневный тренинг по знакомствам. Welcome, все ссылки под видео. Слушай, да, ну только не зефирь, пожалуйста, не зефирь. Не надо зефирить, ладно? Сейчас уже лучше, да, не зефиришь ты, да. Люди там, может быть, либо зефирят, либо они там, не знаю, как-то какие-то движения делают неосознанно. То есть делают какие-то вещи, которые выдают их волнение. Вот, а так бывает, стоишь, как будто разговариваешь с кем-то по телефону и озвучиваешь какие-то вещи, когда человеку напоминаешь, чтобы он так не делал. И на самом деле, вот в начале дня, буквально пару часов назад, человек намного больше зефирил. Он такой милый, классный. А сейчас уже вот, ну, ВДВшник. ВДВшник. То есть, представляете, не ВДВшник, а это, Морпех. Да, пардон, то есть достойнейший из мужчин, отлично выглядит и так далее. То есть, вот, как бы, хорошо, что пришел к нам и сейчас лечим. Уже стало лучше намного, как видите, все в процессе. Просто первый попавший сейчас вижу, вот плавно, в белых штанах, в белых кросс. Попробуй плавно остановить. Видно, что девушка, в принципе, реагирует адекватно. Вот, он очень ее так тактично, плавно остановил, даже не потрогал нормально. То есть, по невербалике у человека проблем практически нет. Конечно, всегда можно до какой-то мелочи докопаться, да, то есть, но... Как бы, для второго дня это, как бы, достаточно нормальная у него... Нормальная работа, назовем это так. Сейчас посмотрим, что будет. Но, скорее всего, сейчас он делает горлом, я не слышу, да, но... Судя по тому, что он смотрит на нее, то есть, мы сейчас, как бы, отрабатываем вопрос, о чем разговаривать, чтобы люди поняли, что это вообще не проблема, что разговаривать можно о чем угодно. И, в целом, как бы, на это девушки реагируют там более, чем позитивно. Телефон, телефон. Сейчас, на самом деле, придет еще 50 тысяч мужиков, и мы будем делать то же самое. Я не буду тебе... Нет, смотри, это мой брат, я просто, ну, вот, дать привет, я его ищу, а, оказывается, это женщина твоя или что? Сейчас, подожди, ну, это важно. Это женщина, которая мне понравилась. Я думаю, она... Просто он, ну, очень достаточно такой вот избирательный, поэтому, я думаю, если он подошел пообщаться, да, или что? Да, я подошел. Есть, наверное, у него все-таки повод, грубо говоря, для этого, я так понимаю. Ну, да, неплохая. Вот, единственное, чтобы ты его не украла, я где-нибудь здесь недалеко побуду, потому что мы тут по делам словились, а ты к нему пристаешь. Представляешь, как это бывает? Ну, все женщины с волнистыми волосами, кажется, они такие. Смотри, какая история, то есть, ну, там, горлом-горлом, да, то есть, все хорошо, там, по невербалике нормально, ну, то есть, такой прям, кремень. Но, как бы, история в чем, что, смотри, когда начинается вот этот разговор про телефон, то есть, ты какой-то, вот, знаешь, как сказать, мистер-шаблон. Так, у нас мало времени, я хочу увидеться с тобой еще раз, та-та-та. Все понятно, потому что это такое, ну, знаешь, как по-военному. Типа, не было, грубо говоря, ничего своего, то есть, есть какой-то скрипт, ну, почему бы нет, да, вот скрипт, он работает. И на первое время, действительно, он как такой, как колесики у велика, чтобы он не падал. Но уже, как бы, этот скрипт надо немножечко, это, выкидывать, уже расслабляться. Слушай, блин, а давай увидеть, знаешь, побольше естественности. Если бы это было, действительно, может, какой-нибудь там друг детства, ты его случайно увидел на улице, вряд ли ты будешь говорить, так, у нас мало времени, я хочу, да, у тебя прям такое, знаешь, как будто, выучил присягу, короче. Прям туда что-то своего, знаешь, такой, бля, слушай, да, увидимся. Вот, вот уже надо об этом думать. Это не придет вот так, ну, то есть, когда ты сейчас начнешь об этом думать, где ты будешь косячить, ну, раз-раз будешь уже более естественен. Да, когда ты по скрипту, то есть, вот это неестественность, но у них интуиция достаточно развита. Они ее ощущают. И получается, плюс еще здесь принцип, место такое, она тут смотрит, какие-то типы кого-то толкают. Там, знаешь, она, может, уже думает, что ты один из них, поэтому это сейчас во многом подпортило, там, какой-то коммуникации. Как бы, когда ты будешь более естественный, а не по скриптам, тогда и выхлоп лучше будет. Они думают, бля, чувак, как будто готовился, знаешь, прям, т-т-т-т-т-т. То есть, вот, начни туда вставлять, чего бы мне хотелось сказать, то я и говорю. Уже можно. Супер. Ну, в целом, по невербалике все норм. Вот тут, конечно, надо было чуть-чуть ее все равно подопередить и сделать вид, будто бы он не за ней шел. Но, в любом случае, так или иначе, он там не врывается туда, дистанцию какую-то держит. Останавливает это и как раз вопрос к эффективности. Точнее, об эффективности. Здесь, как бы, я бы еще не сбоку, конечно, стоял, а, ну, то есть, лицом в лицо. Это тоже очень важный момент. Ее бы я отвернул еще от подружек. Ну, потому что подружки все равно на нее попаливают. И, как бы, у нее там неловкое чувство внутри возникает. Типа, мол, что же я, какая-то доступная, что ли, стою, тут меня ждут подруги, а я общаюсь с молодым человеком. Как это так? И вот она уже на низком старте. Но, по-моему, тут у нас товарищ берет, у нее номер телефона как раз-таки. И он чуть-чуть тут подисправился, он все-таки стал к ней лицом к лицу. Молодец. Вот если он ее сейчас еще и обнимет на прощание, это будет вообще шокардос. Что, там настолько все грустно, что ли, было бы тебе? Ну, не, там сидел телефон. Красавчик. Да, чего? Че, че, че говорит? Че, че говорит? Я просто тебе так что-то яро показывала, как будто бы тут самолеты летят. Да, она им показывала, что типа сейчас типа... А, понятно. Ну, смотри, тут на самом деле, в принципе, в общем и целом все хорошо было. Единственное, что при самом подходе я бы... Ну, то есть, вот. Ты идешь, например, ты иди сейчас, да, ты девушку туда иди. И ты прям вот как-то вот так вот построился, типа начинаешь общаться. Я бы сделал так, что вот, ну, иди сейчас туда-куда-то. Вот, и я иду такой вот. Ну, кой, ну, блядь, у тебя нью-балансы. Блин, классный кросс, мне нравится. То есть, ты ее якобы немножко обгоняешь и кого-то бы отдаляешься от нее. То есть, тебе вообще не в ту сторону. Тебе вот это все с практикой придет, что ты не целенаправленно к ней подходишь. А ты идешь куда-то по своим делам. Ты классный чувак, тебе просто классно. Ты ешь, кайфуешь, классная погода на улице. Сука, много слова классно у меня. И ты решил ответить телке какой-то комментарий. Потому что тебе вот так кайф, тебе так нравится. Вот. Ну, это не супер критичный момент в твоем случае, потому что ты там особо к ней не врываешься. Ну, это вот первый момент, который я заметил. А второе, то что, вот смотря, она с подругами была. И для многих телок как бы очень важно, чтобы на нее подруги, они ее никаким образом плохим не оценили. То есть, они ее смотрят, они ждут ее, они на нее смотрят, да, типа, ну, ты что там, когда вообще? Что ты, Вася, делаешь? Зачем ты так поступаешь с нами? То есть, ее надо было, то есть, правильно сделать, что ты отвел ее от этих подружек. Ее бы я еще повернул, как бы, вот. А чтобы она их не видела. Да, 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 поворачиваешь ее спиной к подругам, чтобы она ничего не видела. И сам ты тоже должен стоять, как бы, не сбоку, а должен стоять все равно лицом к лицу. Потому что мужчина-женщина, как бы, да, это то, что ты априори, то есть, писик-писик, как Юра любит говорить. То есть, глаза в глаза, писик-писик, то есть, вот так стоишь и общаешься с ней. Вот. Но это не супер критичный, я тебе говорю, в том случае, это просто вот рекомендация, которую бы я вот чуть-чуть поменял. У меня один из наших сейчас косяк был, я просто там за себя замечаю, что я слишком быстро, как-то, старался взять уже номер, как бы, так вот. Как бы, я начал говорить, потом, говорю, ну, ты такая интересная, у тебя губы наполнены, как, вот, кстати, женщины, типа, ну, как бы, ну, как бы, ну, и просто губы такие, вроде свои, не нашпигованы, говорю, ничем-то. Ну, вот, ну, она как-то, посмеялась, говорю, ну, давай, как-то, кстати, чай попьем, ну, он говорит, давайте, потом, ну, вот, все взял номер. Ну, молодец. Ну, просто мне кажется, слишком быстро, просто у меня бывает такая фигня, слишком как-то тороплюсь. Нет, так если ты сам это, тем более, понимаешь, значит, при следующем подходит и вспоминаю об этом, и думаю, то, что так, сейчас слишком быстро, я, короче, отсюда не свалю. Ну, тут, конечно, и затягивать не надо, потому что вы уже тут все, все друг от друга. Нам же подружки, подружки еще, я из-за этого все. Я понял, да, ну, тем более, да, в этом случае, как бы, нормально, тут подруге, тут как-то надо все моментально, грубо говоря, сделать, и все равно ты там заинтересовал, что-то с горлом, о чем-то с ней пообщался, что-то о себе рассказал, заинтересовал собой. Взял телефон, все, свалил, попрощался. Вот, а так, ну, слишком долго, кстати, тоже я бы не рекомендовал общаться, потому что все равно должна быть какая-то нотка тайны в тебе, в ней, то есть, ну, чтобы вы там не сразу признакомься, там, 40 минут друг другу там все о себе, блядь, рассказали, и, ну, а что на свидании ты на первом вообще делает, ну, должно быть все равно какая-то. У меня там, не знаю. По невербалике ты имеешь в виду, то есть, я не знаю. Ну, не знаю, по-моему, может быть, там что-то как-то не что-то. Да не, у тебя нормально абсолютно лук, да, ты нормально выглядишь. Абсолютно. Ну, как бы, ты мой лук не основной, я раньше вообще... Я тебе говорю, у тебя критично-то особо ничего, это просто какие-то некоторые рекомендации, которые я бы тебе дал, и все. И все. И все. И все. И все. И все.